Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Меня зовут Наталья Николаевна Лео. Мы начинаем урок «Познание мира». Во время урока вы можете делать в тетради краткие записи и схемы, которые помогут вам лучше запомнить информацию этого урока. Посмотри, мой милый друг, что находится вокруг. Небо светло-голубое, солнце светит золотое, ветер листьями играет, туча в небе проплывает, поле, речка и трава, горы, воздух и листва, птицы, звери и леса, гром, туманы и роса. Тема нашего урока «Разнообразие природы». Сегодня мы вспомним, что такое природа и узнаем о её разнообразии, поразмышляем над тем, какое значение имеет природа для человека, научимся различать природные и перерабатываемые материалы. В ходе урока наш словарь пополнится новыми терминами. Но для начала давайте вспомним, что такое природа. Природа – это всё, что нас окружает. Леса, поля, моря, океаны, звери, птицы, насекомые. В то же время вокруг нас находятся и другие предметы. Дома, транспорт, предметы быта, которые сделаны руками человека, но которые не являются природой. Природа поражает нас своим разнообразием, восхищает красотой и неповторимостью. Нужно только уметь присмотреться, чтобы увидеть все её богатства. Всю природу можно разделить на два мира. Мир живой природы и мир неживой природы, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. К объектам живой природы относятся растения, которые составляют флору, и животные, которые составляют фауну. Также к объектам живой природы мы относим человека. Радуга, небесные тела, горы, вулканы, гром, молния, воздух – всё это объекты неживой природы. Чем же живая природа отличается от неживой? Живые организмы рождаются и дышат, питаются и развиваются, размножаются и умирают. Так происходит в жизни растений и животных. Но человек тоже является частью живой природы, он вырастает и развивается в ней. Неживая природа не дышит, не питается, не растёт, не размножается. Живая и неживая природа находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Чтобы дышать, необходим воздух. Для питания необходимы вода и почва. Расти и развиваться помогает солнечный свет и тепло. Каждый день мы наблюдаем за тем, как в природе что-то происходит и что-то изменяется. Светит солнце или небо затянуто тучами. Идёт дождь или падает снег. Распускаются цветы или опадают листва. Животные меняют шерсть. Или на свет появляется бабочка. Всё это природные явления, которые происходят в течение круглого года. Они могут быть связаны с сменой времён, а могут зависеть от температуры воздуха. Могут происходить с объектами живой и неживой природы. Попробуйте определить, где явление живой природы, а где явление неживой природы. Проверим, что у вас получилось. Молодцы! А теперь задумайтесь над тем, смогли бы вы жить без природы. Конечно же нет. Природа является для нас источником воздуха, света и тепла, воды и пищи. Она украшает нашу жизнь и приносит эстетическое наслаждение. Вы только вспомните, с каким удовольствием вы слушаете шум морского прибоя, с какой радостью бегаете по цветущему лугу, с каким наслаждением прогуливаетесь по лесу, прислушиваясь к пению птиц и шорохам вокруг. Природа укрепляет наше здоровье и делает нас добрее. Она дарит нам радость открытий. Именно в природе мы познаем что-то новое и интересное. Природа поставляет материалы для хозяйственной деятельности. Все те богатства, которые дает нам природа, называются природными материалами или природными ресурсами. Некоторые из них человек использует в том виде, в котором они встречаются в природе. Некоторые перерабатывают и используют в жизни уже в виде других материалов. В этом случае они называются перерабатываемые. Например, из шелухи семечек подсолнечника производят строительный материал. Также из семечек получают многие продукты, такие как растительное масло, маргарин. Перерабатывая подсолнечник, производят также корм для скота, кормовые дрожжи, пластмассу, мыло, топливо. Рассмотрим некоторые природные ресурсы, которые перерабатывают и получают из них различные материалы. Из древесины делают бумагу, мебель, игрушки, музыкальные инструменты. Песок используют для изготовления стекла, из которого потом делают окна, очки, всевозможные приборы. Из глины изготавливают посуду. Такой строительный материал, как кирпич. А для производства ткани используют волокна растений и шерсть животных. Многие природные ресурсы находятся глубоко-глубоко в земле. Но даже их человек научился добывать и перерабатывать. На территории Республики Молдова достаточно много залежей таких природных материалов, как камень, глина, песок, известняк. Например, в селе Вернкэ у Сорокского района находится карьер по добыче природного мела. Вблизи сел Пятра Албы и Бычок добывают строительный камень. Залежи известковых пород встречаются вблизи городов Аргеев, Флорешты, Бельцы, Террасполь. Специальную глину для изготовления цемента добывают в каменке, хоржеу и резине. А около населенных пунктов Косеутс, Воскеутс и Дрокия добывают камень, глину и песок. Кстати, село Косеутс также славится добычей белого камня и гранита. В известной песне о Кишинёле даже поется «Мой белый город, ты цветок из камня». А теперь давайте вспомним, что нового и интересного вы узнали, и сформулируем основные выводы по теме. Наш словарь пополнился такими терминами, как «живая и неживая природа», «явления природы», «природные ресурсы» и «перерабатываемые материалы». Мы можем сделать следующие выводы. Природа нашей планеты очень красива, богата и разнообразна. Живая и неживая природа тесно взаимосвязаны друг с другом. Природные явления происходят как в живой, так и в неживой природе. Человек является частью природы. Он рождается и развивается в природе, пользуется природными богатствами, научился их перерабатывать. Важно не забывать о том, что природные запасы не бесконечны и относиться к ним бережно. Как это сделать, вы узнаете на уроках познания мира. Ну а пока вы можете обсудить это со своими близкими дома. Берегите природу и учитесь замечать удивительное вокруг вас. Наш урок подошел к концу. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова